В этот день территория Олимпийского центра Планерная превратилась в настоящее поле боя. Все в дыму, деревня объята пожаром, стреляют танки, взрываются гранаты и то тут, то там раздаются пулеметные очереди. Так проходила военная историческая реконструкция битвы за Москву в рамках проекта Герои Химок. Их начинают обстреливать со всех сторон. Политрук принял решение не отступать ни на секунду. Чтобы принять участие в постановочной битве, в Химке приехали профессиональные реконструкторы из множества городов нашей страны. Приезжали семьями, роль мирных жителей исполнили жены реконструкторов и воспитанники кадетского класса. Сегодня нам отведена задача, мы артиллерийский расчет, который будет прикрывать гражданских и, соответственно, вести бой. Мамы у нас выступают, и младшие кадеты. Мамы будут также изображать у нас гражданских, которых будем потом эвакуировать и спасать. Реконструкторы привезли оригинальное оружие и трофейную, все еще рабочую технику времен Второй мировой. Берется вот так, отодвигается, заряжается пять патрон, дальше задвигается пятый патрон сразу в ствол и становится на предохранитель. Предохранитель, это просто курочек нажимаем, все. Патрон в патроннике, оружие готово к бою. Остается только отвезти и выстрелить. Организаторы постарались воссоздать быт и атмосферу 40-х годов. На входе раздавали солдатскую кашу, а со сцены звучали песни военных лет. Жители могли посетить музей под открытым небом и сделать фотографию на фоне бронетехники. Жители вместе с солдатами кричали «Ура!», когда наши переходили в наступление и громко аплодировали после любого эффектного действия на поле боя. Мы переживали, потому что нам было в какие-то моменты очень даже страшно, когда стреляли, когда люди взлетали. Хоть это были и фашисты, но все равно это было не по себе. Но я думаю, что для ребят это очень полезно и воспитательный характер точно имеет. Реконструкция стала кульминацией проекта «Герои Химок», в рамках которого в городском округе проходили вечера памяти, главных дат времен Великой Отечественной войны. Наша основная задача – сохранить эту историю для наших потомков. Нельзя искажать историю, мы ее никому не позволим исказить, потому что наши солдаты освободили всю Европу, многие города мира. Поэтому наша задача – надо учтить память их. Городской округ Химки имел большую значимость при обороне Москвы. Тысячи горожан ушли в те годы на фронт. 11 тысяч были убиты или пропали без вести. Именно в Химках маршал Рокоссовский собирал войска в 16-ю армию для совершения контрнаступления. Именно поэтому здесь и состоялась реконструкция той великой битвы. Организаторы надеются, что это событие теперь станет ежегодной традицией.